так так и мы имеем воскресенье долго все несколько лет возвращаемся старой схеме по воскресеньям посмотрим у нас прибавится или убавится или лавочку надо закрывать и возвращаться на понедельник все это будет видно постепенно по мере прохождения трехчасового вебинара так значит вы видите это четырехлетнее создание вот будущего садовода кстати знакомки железов тоже да Сашка вот внук а в руках у него правильно я бы не мел бы а почему я это показывал вот почему смотрите вот эта мелба снята была неделю назад так в этом году она еще не самая крупная бывает и роскошней бывает и бордовии бывает и светлее в общем у нас как расплывается качество ну тут и подбой влияет ну почему влияет бабушки дедушки так вот смотрите сюда я быстро вначале сейчас я похвастаюсь значит вышла на консульской правде вот эта статья аграрий самородки вот и вот к нам приехал вот этот генерал я его называю генералом потому что он председатель союза садоводов Крышарского края вот он Петр Шуворов он приехал не один но ко мне остальные не доехали но здесь есть директор эпоха Минусинское Надежда Булавина и еще Южного союза садоводов Крышарского края Южного это наверное Абакан или Минусинск так вот эти вот вот этот вот серьезный мужчина побывал у меня в том числе но он побывал не только у меня значит была еще журналистка известная журналистка вот это ее фамилия Деменчук Верослава фильм с ее участием вы видели мы снимали ее у меня в саду значит но еще раз покажу вот меня удостоили чести показать фотографию так обо мне значит несколько теплых слов я услышал и так Александр и Дмитрий Рыкальевны слева отец Александр Петрович справа Дмитрий сын значит Петрович человек уникальный вот у них за спиной два гектара сад в основном виноград высший сельхоз образования вот опыт административный опыт и опыт садоводческий уникальный человек вот я все жду когда будет новых электронов набирать садоводство причем сразу давать крупные должности вот первый кандидат из всех это Рыкалин такого человека опускать нельзя ну а самих вы уже знаете добрый десяток я это назвал вся королевская рать это люди которые могут позбавить среднем все с удовольствием вот но к сожалению пока это не случилось пока спячка продолжается а реклама у них старается даваться на корню страшная и невероятная реклама так ну в общем по кассету посмотрели так теперь это сейчас я чуть прибавлю вот персик броски мне прислал эту фотографию по моей просьбе в последний момент медленно ну как всегда мои ученики меня везде превосходят вот у меня персик броски замерз но у него персик броски не только не замерз оказался в этом году ну пусть временным лидером но по урожайности вот а вы где то записывайте есть еще и такой персик Брянская область пожалуйста вот он правильно себя опередил и Минусинский мой и Хасанский мой говорю какие здесь прекрасные вот этот момент хотел бы показать дальше четыре дня одно дело холодостойко это у меня такое письмо ну что-то вроде полемики одно дело холодостойко другое устойчиво зимнему подснежному выплеванию и оттепелям например у нас в Удмуртии абрикосы живут не то ли трех и четырех лет вот я даже растерялся в Удмуртии я допустим был я в Ижевской считал Леции вот в Удмуртии та же как Татария та же как Башкирия это же в Удмуртии еще несколько соседних областей для меня это все одно и то же причем даже ГСУ знаете что такое ГСУ государственные испытательные станции и вот эти вот ГСУ они не каждая имеется вот свою сейчас секундочку да да слушай Антон все заработает ну проверил уже все работает работает спасибо значит не зря говорю спасибо да 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 все так смотрите вот ГСУ это несколько областей почему подбираются несколько областей а в центре такое научное учреждение потому что если там допустим абрикосы подбираются значит направо 200 км налево 200 км севернее и южнее все таки более менее должны соответствовать ну я допустим в Удмуртии с одного сулевития сказать чахла это я говорю почему потому что да я говорю никогда не говорю лишнего ну если я был в этом сам если там интерес упал если третий это был на моем семинаре присутствовало человек 150 а зал был человек на 500 вот то есть он не был даже заполнен на одну треть вот этот момент раз значит тут же рядом с нами был там как бы когда мы были заходили в союз садоводов именно это самое союз садоводов в Удмуртии да там вот наш допустим председатель он он не поленился он к Железу приехал предыдущий председатель приезжал Рыкалин я говорю серьезно Рыкалин оказывал мне честь читая лекции на моих семинарах мало того что у него свои он еще ко мне приезжал а каким виноградом угощал до сих пор в Арту Сладой стоит так и думал что не привез сел с юга но это я шутя говорю дальше это очень важно значит и там было такое дело что есть союз садоводов в Удмуртии я там побывал на меня там посмотрели как ну знаете как на диковину не то что там пошел то нахрен ой как здорово да вы что да Сибирь не может быть да вы все всем к вам это самое да как где кинотеатры это самое арендовали лекции уйдя сейчас это самое и никто не один то есть им все это по барабану вообще и получается 3-4 года ну я бы сейчас пытался пальцем загнуть загибает вот посадил косточку заглубил на 2-3 см вот там и 3-4 года он сгнивает так нет ну ниже мы подробнее будем говорить вот и дальше пальцы загибать или мы их загнули 5 раз и еще хватит пока вот поняли да это все туфта что 3-4 года туфта настоящая где же рядом с Удмуртии мои неукромные персики из косточки даже не привитые на морозоке плодоносят нет у них понимаешь это абрикосы морозить не могут вот это человек которого очень мало информации вот информации нет современные что могут жить а вот то что он вот это написал он правда это горько а почему не живут не потому что им там делать нечего поняли меня здравствуйте здравствуйте я понимаю что они сейчас поймете о чем они дают глюкозу корням но они берут начало ниже подвое и выглядят как кустарники я много смотрел ваши ролики у вас такого нет то есть понимаете человек прислал вот такую фотографию да видите вот ну понятно прямой вот он культурный а плоды какие ой все замечательно и вот сека мучает сомнения он вовремя пока это было на уровне почек почки есть такое слово дать когда почку просто берут да ногтем мы говорим это называется ослепление вот до этого не было сделано когда побеги были размером со спичку их можно было обломать но почти безболезненно вот они со спичку вот такие раз обломал идет вот здесь получается так вроде бы прижилось вроде бы биологическая миссия семейца ну наверное не стопроцентно вот я замечал иду в ряду у себя вот они все привезли на одних никаких следов подвое не просыпается на других очень плохо растет привой а подвое там же явно биологическая активность очень сильная вот можно подвое уничтожить а привой все равно дохленький не полный вот а вот это середина наполовину и плоды есть и вроде бы нормально развивается дерево почти хорошо посмотрите просто хотим и все таки а подвое полез и вот на этом этапе я говорю ребята я потом может быть вспомню в другой раз но неудобно я вам показывал просто полностью отпиленная по уровню земли пни вот они там видно годовое конца все но еще и видно где сбоку гнилые дырки прямо вот он ну знаете как отпиливают практически на подвесе земли вот такой остается прирост пень пенечек чуть чуть выше и вот там по бокам и показывал вспоминать я говорю ни в коем случае нельзя вот этот подвой вырезать целиком почему почему потому что как раз вот эти вот потом места эти начинают гнить туда проникает мороз сырость и бактерии все и он начинает а потом и грибы естественно вслед за этим и получается что дерево неполноценное оно снизу получило страшные раны которые ну вот скажи человеку вот возьмите отрезчик чертой матери и так все советуют кроме меня буквально все вот отрезки все а зачем он нужен он как правило он скорее всего там не будет никаких этих толковых плодов так а зачем нужен зачем будет дерево тратить силу так говорят вот а я говорю ребята за подвесом уже врезать поздно оставить в покое нагонит и перегонит он родной еще бороться будет тогда что остается где у меня шарик ручка ну-ка или просто вот допустим вот такие вот оставляйте чик но оставляйте вот такие пусть постепенно вот тут отрезали вот здесь уже он по это рядом с корнем от корням пошло это сейчас практически от корни вот эти вот светленькие там где а светло-зеленые да не темно-зеленые светло-зеленые значит вот такое оставили а потом смотрите здесь ну лучше бы еще замазать они постепенно опять еще тут отрастать опять отрежьте но вот это оставьте навсегда их там сколько три пять восемь побегов оставьте их в покое только вот тут не отрезайте вот тут вот но я надеюсь я хорошо объяснил потому что лучше все равно не смог бы один из сотен примеров а то режьте заподлицо это вот режьте рано на кольцо у меня от слова рано на кольцо я начинаю беситься просто беситься 200 лет назад какой-то этот самый человек который на юге жил и не боялся калечить деревья а перешло на север миллионами 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 ну не сразу же погибает от ран на кольцо а пока погибает надо весь магазин выкупить радость то какая идем дальше вот я специально а там была фраза такая я много смотрел у вас такого нет у меня такие десятки фотографий первых которые нашел видите першик у меня привит на эту на китайскую слева то же самое то и руки не дошли уже давно надо было у корот сделать руки не дошли вот и я часто еще может как-то сделаю подборку ну и тысячи мне все некогда но я все время оставляю пытаюсь дождаться полношения и сказать ой у меня вегетативные ой что-то у меня слива на персик похож поняли почему я нет особо то не усердствую не оставляю вас учу а сам таких не оставляю пойдем дальше следующее письмо ой люблю эти письма вот из этих письм я никак не могу начать спокойную методическую учебу брат мой говорит это Валера Константинович ну начни сначала начни методическое обучение появятся новые люди и ура не появится очень страшно не появится пусть нас немного но мы то да мне говорят как да что-то слышали да это знаем и все равно вспоминаем друзья как нас всех написал на каждом временале мы находим что-то новое а мне не хочется опять не хочется опять первый класс идти пусть учителем вот пока борюсь с собой ломка у меня внутри ну не могу я никак подумать что вот сейчас опять придется начинать а так по ходу знаете 30 все равно тут вот узнаете что-то новое не мне хорошо забыто старое примитивное то есть мы уже выходим где-то на уровень университета в академии вот брат мой закончил сельхозлуз ну скажи брат много ты такого это сельхозлуз у вас же были ты электромеханик ну вы же все начинали так же с песиком вспоминать плодородие почвы и прочее иначе эту почву как бы вы обрабатывали ничего не зная плодородие и знаете что такое бактерия а перевернул вашим же трактором этот самый пласт и все прощай бактерии так нет и вот получается что я сейчас борюсь с собой продолжать или возвращаться на этот самый первый класс идем дальше это я пока в душу отвел сейчас знаю что надо обрезать тогда не знала а смотря что обрезать и не только с юга захотелось купить на советский пипец а все теперь я спорю а чё там это знаете иду обрезать крону при посадке то чего я это вот социалистский фильм снял какие то вы видели а какие то прям сегодня знал и вчера снял и там как раз состою шикарнейшее сергей выкопал на продажу стоят покупатели с минусинска сабакану поселка по очереди тут тех а я снимаю снимаю и вот они красавцы однолетние мощные саженцы абрикоса по двое двухлетние вот они шикарные за год дал за несколько месяцев крону двухлетнюю вот и и получается что надо эту крону обрезать хорошо что одну треть потому что в горшке ах без горшка так вообще половину и вот что получается она это имела ввиду смотрите дальше это вопрос из вопроса иначе никогда нам не вылезти из этой задницы если возьмите обязательно друзья просто всего вот прошлый вебинар посмотрела там вместе с другими каналами с яндексом ну 300 500 человек научите каждого уже 5000 ну 10 так просто и вот она пишет купила из томского питомника кстати резкость такая это такая резко стала это же пипинщик это же гранитка полукультурка при пересадке ком развалился а видели кстати сегодня а потом покажем через день два выйти фильм Сергей их вот так таскает берет за это там над дожком вот за штамм вот так вот и носит и вот так носит а удобно же а как зачем зачем двумя руками в одну руку взял вот так вот горшок взял вот тут вот основание штампа один второй и пошел вот а это настоящая работа тут даже проверять не надо ну давайте копать глубже ребята это очень важно вот я не напрашивался вы сами мне это письмо прислали при пересадке кок развалился увидел что корни подрезаны вот она подлость какая ниндик постараться выкопать чтобы сохранить максимум а специально они же когда выращивают двух-трехметровые там же коричь за эти вики где-то юг вот я это все схвастался вот и Сергей за год вырос как двух лет полтора метра в основании вот такой толщины штамп на это все а там они же продавать не успевают вырастает мощь и сажен с таким штампом там корнище все это обрубается чертой матери почему ну ладно бы десятилитровый горшок но где вы видели на рынке десятилитровые горшки там же горшок то вот а как его трехметровый туда пихнуть помните я показывал это позорная фотография кто многие сейчас помнят это отемляет в академии три студента позируют втроем воткнули огромный трехметровый вот такой вот толщины сажен горшок пятилитровый вот такой вот натуральный может быть трехлитровый воткнули и значит этим самым на на земле засыпает осталось утрамбовать вот это вот позорная фотография потому что несовместимость размер горшка и трехметрового огромного саженца дерева практически вот и они же для рынка готовили это все и вот получается смотрите она видела корни подрезанные то есть не момент сколько бы успела вот мы копали вот сколько чудом сохраняется и все надо чтобы они оказались на новом месте а и после этого специально они вот смотрите она увидела что корни подрезаны в итоге написали претензии питомнику они написали что осенью привезли судьбу а весной посадили в горшок ну не оброс корнями вот осенью привезли представь себя самое страшное что когда привозят восемь саженца я не верю что это Бурятия это Бурятия скорее всего где-то на тысячу на две на три на юге в Средней Азии это Бурятия а про Бурятию и наврали потому что Бурятия это так знаете как это даже не Башкирия я по молодости помню путал Башкирию и Бурятия вот только Башкирия по эту сторону врала а Бурятия это такая кондова сибирь и что там саженцы выращивают вот а получается западники у северян покупают саженцы это сказки и вот они посадили в горшок но когда осенью привезли как они его хранили я знаю один способ хранили я увидел это самое на участке так так дайте никто вам не вернет деньги а если даже как было потребуйте замену вам такое пришлют из остатков что лучше уже это просто оставить в покое по закону возвратить обменять может быть ну во что это вам обойдется догадываетесь у нас такая система так теперь значит женщина из Ленинграда прошло лет шесть-восемь старый мой совет дергайте вот ее письмо Константинович я пошла на рынок выбирать саженцы и давай дергать мне чуть продавцы морду не набили вы можете представить стоят эти саженцы всех где свеже закопаны где корни корни сами по себе а земля сама по себе вы знаете она подходит раз он выдернулся два выдернулся ей купить надо где-то на десятом ее кто-то это обещал морду набить и это ей пришлось отступить понимаете это царство барышников вот мы вот этот вопрос обсудили с вами обменять нельзя возродить нельзя сами выращивать надо раз так и к сожалению хоть вы живете в Бурятии хоть вы живете в Томске видите вот вам все равно шансов где-то достать настоящий практически нет груша как правило она потом будет несъедомная яблони потом в лучшем случае ранетки это сотни тысяч письма передо мной вся картина на виду я как паук в центре паутины ко мне стекается почему эта информация не стекается в академию наук а министерство сельскохозяйства а я же получал письма я послал свои претензии не к ним а я обращался к президенту Путина и президенту Лукашенко оба раз письма мои и книги оказывались где в сельхозах России и Беларуси оттуда пришли ответы вот просто ответы которые ни о чем и никто не пошевелился шевелиться не собирался значит вот это как было корни будут калечить и все остается как было и через пять и через двадцать лет медленно 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 снизу будем действовать